Подделки люксовых брендов в маркетинге. Кроме того, что это плохо, воровство и ата-та, мотивы потребителя подделок – интереснейшая тема маркетинга. Там есть чему удивляться. Наткнулся на статью кандидата наук из МГУ Очковской и делюсь с вами ее интересными выводами. Во-первых, Чен Юн Цин и Джо Хон, китайские исследователи маркетинга, доказали, что китайская культура, их жесткое социальное давление, остро ощущаемая внутренняя потребность как-то выглядеть в обществе, держать лицо, толкает китайских потребителей копить деньги, чтобы купить товар люксового бренда. Для них это абсолютно социальный жест, нежели выражение индивидуальности или сопричастности к идее, истории или экологическим курсам бренда. На сегодняшний день азиатский потребитель имеет более выраженную массовую потребность в люксовых брендах. В то же время, согласно последним исследованиям, жители азиатских стран имеют более лояльное отношение к подделкам, чем люди, проживающие в западных странах. Большинство стереотипичных взглядов о европейском и азиатском потребителе уверены в обратном. Я же жил в Китае, они там действительно помешаны на темы брендов. Теперь, наконец, мой взгляд со стороны подтвердили исследование. Идем дальше. Восток. Пюскюэль, Шамарет и Пергель провели исследование в Объединенных Арабских Эмиратах. Граждане этой страны, несмотря на высокие доходы, покупают подделки. Осознанно. Две трети покупателей подделок сочетают их с подлинными товарами. Подделки, как правило, используют в повседневной жизни. Порвал, разбил, поцарапал, украли, пофиг. Но на значимые вечерние мероприятия надевают подлинные вещи. То есть у человека есть оригинальная сумка LV и такая же копия. Пюскюэль и компания также отмечают, что обеспеченный потребитель отдает предпочтение подделкам в случае с трендовыми ультрамодными веяниями. Что имеет очень короткий цикл всплески, которые завтра, очевидно, потеряют актуальность. Таким товаром даже богатые клиенты предпочитают подделку, что завтра выкинут. А теперь самое крутое. Исследование Уолл и Лердж. Среди трех миллионов британцев, купивших подделки в девятом году. Люди, покупающие подделки, склонны покупать больше подлинных товаров люксовых брендов, чем те, которые ни разу не покупали подделок. Вот он опять первый шаг. Первый потраченный рубль, заглоченный червячок в маркетинге решает. Так или иначе, покупка подделки является проявлением латентной лояльности к люксовому бренду. Поддельный товар, которого приобретается. Вывод. Человек, обладающий люксовыми брендами, в любом случае тяготеет к подлинным товарам. А наличие подделок лишь подкрепляет его лояльность к бренду. Кто хочет работать в премиум сегменте, держите это в голове.